Здравствуйте всем. Я из Украины, из Одессы. Из жемчужины. Оу моя. И хотела, друзья, поговорить о такой теме по поводу женщин. А как, друзья, ну, вообще, да, понять, в принципе, друзья, вот, что такое, в принципе, понять ДВР? ДВР. Вот такое, друзья, да? А ДВР, это, друзья, знаете, такая штучка, которая называется Дети Верующих Родителей. То есть это тогда, друзья, когда вот действительно вот христиане были, там, вот, они родили себе детей, и вот, как бы, рождаются дети, и все. Они как бы дети Верующих Родителей. Честно, получается такое, что Родители Верующих Родителей. Казалось бы, ну, Дети Верующих Родителей, ну, ух, такие должны быть християнушки, да християнушки. А на самом деле, друзья, они все так просто, потому что нужно понимать, что нужно не просто иметь ценность во Христе. Это первая, обязательная вещь, ценность во Христе. А также нужно, друзья, еще иметь, что надо еще решить максимально по Божьим заповедям. И тут выходит, получается, как-то, друзья, вопрос. Что действительно, если мы, ну, то мы начнемся христианами, да, и, ну, как бы, и не принимаем Божьи заповеди, не слишком, там, принимаем либо что-то наполовину принимаем, что-то, сейчас принимаем, сейчас не принимаем. То есть, получается, что мы не являемся сильными, ну, такими, знаете, мы не пытаемся, как бы, духом Божьим больше. Мы начинаем, как бы, вот, другими, то есть, разными, там, скажем так, духами пользоваться. И что получается? И получается такая штучка, друзья, что можно таким образом быть, ну, как бы, типа, верующим, а в итоге не верующим. Получается, что ДВР, это часто дети верующих родителей, потому что, например, они ведут, либо сами живут, ну, не по-долгу, да, а, типа, ну, я, конечно, я ребенок верующего родителя, а дальше себе, типа, живут, вот, ищут, ну, я, вот, такая, типа. Ну, вот, то есть, можно даже, даже, могут даже специально, типа, противовесить, а вот, мол, типа, мы родители верующие, я вот покажу свое я, что я, вот, есть такое, мол, типа, самостоятельное, да. Ну, и таким вот образом, вот, никак не, ну, и не созидать веру во Христа. В этом, друзья, мы должны, вычетко понимать, что спасается, и он, друзья, вера во Христа, раз, и два, и он должен идти, идти к Богу, ну, в лопу, то есть, максимально себя, не себя, когда так не люблю, подставить от себя себя, подставить до Библии. И таким образом, друзья, можно рассчитывать на то, что мы будем более правильными в духе, более правильно благословенной, и таким образом, мы можем, друзья, действительно быть, ну, настоящими, именно с, там, крестьянами, да, и ДВРы могут быть, говорится, не просто ДВР, а, а, ДУХОВНЫЙ ДВР, а не, там, какой-то, знаете, как говорится, плотской ДВР или с какими-то своими мирскими, вроде бы ДВР, да. Поэтому, друзья, понимать, что если вдруг даже не такой пример видите в ДВР, всегда помните, что может вы где-то не до конца понимаете еще не до конца духовного возраста. Но в этом случае, понимаете, обязанность вывести. Поэтому, друзья, мы должны всегда помнить, что если мы сильно хотим отправиться в рай, друзья, ведь мы помним, что это место личного мучения, рай – это место полного части радости и благодати, да, друзья. И это же самое прекрасное, как здесь, шикарно, друзья, в Одессе, на пляже, на море, то есть с прекрасным и полезным морским воздушочком. Только, друзья, пройдет все еще бесконечно разлучше, а рай, друзья, это не великое место. Поэтому, друзья, если мы так не отправляемся, мы должны четко заслужить настоящее Слово Божие. И таким образом, друзья, шаг за шагом можно протапкивать себе дорожечку в вечность, в рай.